Михаил Михайлович, такой вопрос. После того, как сорвили гол, не был засчитан, инициатива перешла на сторону крыльев советов. Это психологический момент или что-то другое? Несколько слов об этом, пожалуйста. Да надо в целом признать, что нам сегодня не удалась игра. Но пока по качеству игры не те, что были. И, к сожалению, такие перепады в качестве влияют на результат. Поэтому я думаю, что не надо искать какие-то временные отрезки по матчу, улучшать качество игры. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Ян Комарницкий, YouTube-канал «Вперед Лока». Михаил Михайлович, надо признать, что локомотив конца прошлого сезона и локомотив начала этого сезона – это немножко два разных локомотива. В чем, по-вашему, причина? Почему в конце прошлого сезона был такой мощный подъем, а в начале этого сезона пока то ли не проснулись еще, то ли чего-то не хватает. И даже такие игроки высокого уровня, как Миранчук, Жмаледдинов, Пеняев, пока что не показывают того своего уровня. О котором все знают. Коллеги, ну давайте, я думаю, что мы сейчас не будем говорить о персональном проигроках, проигроков. Когда команда выигрывает, естественно, всегда априори побеждает команда игроки. И когда и команда играет неудачно, виноват тренер. Поэтому здесь неудовлетворительный старт. К сожалению, для нас мы очень мало очков набираем. И самое главное, по качеству игры нас тоже это совершенно не устраивает. Спасибо. Еще вопрос? Да, Саша. Александр Роглев, Матч ТВ. Два вопроса быстро задам. Может быть, в негативных вещах хотелось бы чуть-чуть позитива. По Лантратову хотел комментарий ваш. Можно ли назвать его сейчас на данный момент лучшим вратарем премьер-лиги? Ну, на мой взгляд, так и есть. Не знаю, как на ваш. И второе. По Марадишвили, наверное, пару слов. Все-таки он забил победный. Можно ли сказать, что Костя показывает, что хочет быть в локомотиве, хочет играть больше? Не готов говорить об амбициях личных игроков. Все они показывают в качестве игры, в качестве работы своей на тренировках. Поэтому от этого зависит их игра во время. И есть абсолютно честная, здоровая конкуренция. Потому что сегодня Костя забил, он принес команде очко. В этом плане, что большие молодцы. Да, что касается Лантратова, Илья, я уже говорил о том, что это вратарь высокого уровня. И он подтверждает это в каждом матче. Говорить о том, кто лучше на сейчас. В каждой команде есть вратари высокого уровня и в призерах, и в других командах. Но мы очень ценим Илью. И он очень много делает сегодня для клуба, для команды. Спасибо. Еще один вопрос. А уже ответили. Михаил Михайлович, я вам желаю успеха в дальнейших играх. Мы знаем вас как тренера, который в конце прошлого сезона, так сказать, вывел локомотив из ямы. Поэтому я просто хочу пожелать вам, чтобы у вас дальше все сложилось нормально, и команда заиграла в тот футбол, который мы все хотим видеть. Спасибо большое за поддержку. Михаил Михайлович, вопрос по Дзюбе. Насколько, по-вашему, сегодня, в сегодняшней локомотиве, в сегодняшней игре его не хватило? Артем фундаментальный футболист для нашей команды, но нельзя говорить о том, что потеря одного игрока может так кардинально влиять на систему игры команды. Потому что мы сегодня были не так хороши во многих аспектах игры, поэтому здесь не только отсутствие одного игрока влияет.